друзья здравствуйте мы сегодня будем говорить о русалье педница вот у нас она как раз идет сегодня сейчас 5 дней подряд вообще что это такое как это работает для чего это нужно русальная педница это пять дней до новолетия которая состоится 21 июня то есть 21 июня наивысшая точка солнцестояния в году и очень важно чтобы в этот момент мы праздновали встречали именно правильный новый год потому что представьте себе санночки вы становитесь на самую высокую гору начинаете спускаться раз и вас подбросило на следующую гору а если вы работаете в противофазе и празднуете новый год современный вот тут который сейчас считается с 31 условно декабря 1 января то вам приходится карабкаться вот посмотрите прям четко в противофазе эта система работает таким образом чтобы мы не знали как на самом деле взять свою силу сила она всегда в точке силы а вот наши точки силы поскольку мы часть природы это именно точки которые влияют на мироздание и на природу на все живое и неживое у нас на планете в частности так вот одна из классных точек это 21 июня это наивысшая точка солнцестояния в году то есть это наивысший зенит и вот он как раз и был у нас новолетием правильно но в целом сейчас это называется новый год так вот когда мы говорим о новолетии мы понимаем что перед новым идет период богини купалы я уже часто об этом говорила а то еще говорилось что ее функция прощевания и вот мы все их всех простили всех отпустили у кого на душе было неспокойно относительно нас и относительно кого у нас были внутренние тревоги у всех простили и отпустили потому что функция богини купалы прощевания и вот заканчивается период с зенита 16 июня по зенит и 21 июня вот зенита 21 июня идет день новолетия и новый год начинается а вот 16 по 21 зенита по зенит это как раз пять дней которые не принадлежат ни одному богу они принадлежат господам господь богу ура господь богу ты у господь богу дашь богу дальше на сварах по ну если у нас високосный год там еще сесть шизнице не пятница а шизнице русалья педница называется именно потому что мы соседствовали с вилами вот сейчас русалы и виллы это одно и то же помните есть такая поговорка писать вилами по воде так вот это не просто так это именно потому что они вот до конца 60-х годов ходили вместе с нами в школу взаимодействовали с нами отсюда в медицинской карточках писалось двое легких ну когда ребенок рождался скобочных жабр а с чего это вдруг почему так именно потому что когда мы соседствовали и тесно взаимодействовали с вилами да правильное название то соответственно мы могли с ними проводить эту пельницу то есть это было как бы единение и водной стихии земной стихии то есть у нас войны не было это потом мы конечно с ними уже рассорились когда их и специально за кулисы стала уничтожать так вот сам сами эти пять дней они хороши чем если мы предыдущий период по богине купали освобождались ментально эмоционально духовно то в период соответственно господ мы можем освободиться относительно своих мощей что такое мощи мощи волосы вообще никто не собирает помойку выбрасывают там стригутся волосики остаются бог знает где с точки зрения энергетики все что содержит наши днк наш след это энерго образующее начало то есть разбрасывать что-либо начиная извините со слюны заканчивая там всякими интимными вещами вот это все нельзя ну естественно это и волосы волосы отовсюду и волосики и реснички и бровки то есть все что у нас на теле есть это несет высокую днк нашу и соответственно силу нашу так вот повлиять на нас можно через наши мощи это объединить это название которое включает себе все наши вот эти начала до волосики там ноготочки все остальное так вот даже если волосики выпали и ноготочки сострелись на в них часть силы нашей осталось так вот вот эта пеница она была нужна для того чтобы разжечь ритуальный огонь ритуальный он именно из-за того что вы в состоянии родения это делать то есть вы призываете богов за счет своего высокого эмоционального состояния ну хотя бы нам знакомого всем радости это бог ради газ разводили костер естественно никаких полиэтиленов никаких там синтетических материалов все природное то есть даже для розжига можно спичечки использовать бумагу условно соответственно там ну что что солома да для того чтобы все это загорелось потом потихонечку разводится такой костер что там можно было этим мощи сжечь так вот для чего это нужно когда в ритуальном огне в русалью педницу сгорают мощи которые вы собирали все 360 там дней до в году но потому что мы их не разбрасываем их собираем вот у меня в семье это красивый сундучок которым я храню волосики которые на расческе остались ноготочки и соответственно я и сжигаю русалью педницу существует текст который нужно проговорить вы можете самостоятельно сочинить что-то такое что вы обращаетесь к мирозданию и соответственно ваша сила из мощи возвращается к вам но текст я приложу он будет у вас не переживайте то есть даже этот текст вы захотите как-то подкорректировать это тоже хорошо это тоже приемлемо да это один аспект то есть вот представьте себе как мудро было продумано у наших предков то есть не просто лишь бы там что-то сделать а именно мудро то есть у нас с вами получается что шеднице две или три в зависимости от года у нас идет богиня купала когда мы на эмоциональном духовном душевном уровне очищаемся и соответственно у нас следом шла педница по господам которая позволяла даже из физических объектов которые уже к нам не принадлежат если они не наши но забрать оттуда соответственно всю энергетику потому что но чем чреват да если вот волосики оставить там где-то ноготочки бросить во первых тем кто-то ритуальным образом может воспользоваться а мы знаем что различные там порчи травли и иже с ними это все чаще всего построена днк взяли вашу вещь и начали с ней работать ну так вот значит соответственно получается что если даже это никто не взял но мы просто выбросили и ваши волосы гниют то есть это символически работы как программа на смерть это реально так то есть если у вас просто выпали ну чуть-чуть до волосиков но мы можем что-то не заметить это понятно что это вас в землю не загонит но если из года в год если все время выбрасывать в помойку это все начинает тлеть земли земли это все начинает гнить да но особенно если ноготочки там или что-то еще то соответственно вот это все тянет нас на тлен то есть мы начинаем сгорать мы теряем молодости теряем там свои способности возможности то есть это все не просто так это действительно рабочее состояние так обычно работает вселенная так вот для того чтобы наоборот силу из мощи из наших вернуть и не терять свою силу для того чтобы просто эти мощи где-то гнили у нас было ритуально педницу сжигание дополнительно конечно мы в каждом дне благодарили каждого из господ у нас можно сочинить самостоятельно стихи могу я привести стихи да но как бы файл не знаю навряд ли прикрепиться но если перки прикрепиться хорошо то есть там достаточно объемный такой текст либо сделать скриншоты либо еще что-то но я подумаю как это сделать если у вас есть желание вы можете соответственно благодарить господ потому что у каждого своя процессуальная цель то есть например у господь бога ра который с нами взаимодействует первом коне бессмертие кстати как круто то есть когда вы входите в русалью педницу в первый день вот например 16 по 17 зенита по зенит контакт господь богом ра то вы обретаете именно функцию бессмертия это очень круто это очень здорово правда но вот так конечно мы благодарим конечно мы в час господа например если первый день то это первый час от зенита соответственно если второй день и пятница значит второй час 1 это мы благодарность воздаем и господь богу даю в первый день господь богу ра в третий день в третий час от зенита вашей местности В четвертый день в четвертый час, в пятый день в пятый час. Ну, я думаю, что понятно, да? У нас отсчет часов идет от зенита. То есть, если, например, у вас зенит в 12.30, то первый час это с 12.30 до 13.30. Дальше у нас с 13.30 до 14.30. То есть, ну, час начиная от вашего зенита. Ваш зенит можно увидеть на любом сайте астрономическом. Пожалуйста, астрологическом, астрономическом. Зенит в вашей местности легко определяется. Ну, вот так. Конечно, с меня слова, с меня тексты. Ну, и, конечно, Русаля Педница – это великое время, когда можно действительно много хорошего для мироздания сделать. Я вас благодарю, что задаете такие глубокие вопросы. И вам интересны такие ритуальные вещи. Пусть у вас все ладится и получается. Благодарю вас. До свидания.